Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк, все о монетах. Друзья, тематика монет периода Советского Союза отдельно сама по себе довольно интересна для коллекционеров, как для начинающих, так и для более опытных. Почему монеты периода СССР стоит рассматривать отдельно от остальных? Ну, во-первых, за раз сразу охватить вообще весь период чеканки монет в принципе невозможно. Тем более, что период советских монет сам по себе составляет 74 года. Довольно большой временной промежуток, даже в рамках одной тематики для коллекционеров. Именно поэтому монеты СССР условно принято делить на два больших этапа с границей с датой денежной реформы 1961 года. Монеты раннего СССР до 1961 года и монеты позднего СССР монеты периода 1961-1991 годов. Во-вторых, распространенность вопроса коллекционирования монет СССР среди нумизматов. Здесь надо сказать отдельное спасибо большой тиражности выпущенных монет, как юбилейных, так и монет регулярного выпуска. Следствием этого большого тиража выпущенных монет является относительно низкая стоимость большинства монет периода Советского Союза. В особенности монет, отчеканенных после денежной реформы 1961 года. Однако, из любого правила есть исключение. И яркий пример тому стоимость монеты, представленной на ваших экранах. Это 1 копейка СССР образца 1961 года. Довольно частая и недорогая монета, без учета разновидностей, конечно. Однако, аукционная стоимость конкретно данной монеты составила 35 тысяч рублей. Ответ столь значительной стоимости данной копейки кроется в оборотной стороне. Вместо привычного и ожидаемого изображения реверса, можно заметить отзеркаленное изображение лицевой стороны монеты. Причиной возникновения данной странной и необычной монеты является нарушение технологического процесса при чеканке монет. Другими словами, монетный брак. Называется он инкузный брак или залипуха. Друзья, подобный брак встречается среди монет крайне редко и по своей востребованности имеет высокий спрос среди коллекционеров. Отсюда и высокая стоимость монеты в 35 тысяч рублей. Дорогие друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом будет полезна информация, я прошу поддержать его лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова